Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение основ безопасности жизнедеятельности. Сначала вспомним все, что мы разбирали на прошлом уроке. Для этого попытайтесь ответить на вопросы. Первый вопрос. Каковы причины возникновения опасных ситуаций в доме и квартире? Причины? Непрежность. Незакрытый кран, забытый включенный утюг, чайник, который оставлен без присмотра на включенной газовой плите. Неправильное обращение с бытовой техникой. Неосторожное обращение с огнем и химическими препаратами. Криминальная ситуация. Ограбление, террористический акт, взлом. Следующий вопрос. Какие опасные ситуации могут возникнуть в вашем доме и квартире? Во-первых, пожар. В результате неисправности электропроводки или электротехнических каких-то приборов. Неосторожного обращения с огнем. Взрыв газа. В результате утечки газа не заоставлен на невыключенной плиты или трубы. Сотопление. Из-за неисправности водопровода, из-за неисправности запорных устройств или неисправности стиральной машины. Отравление. Можно отравиться газом, химическими препаратами. Можно отравиться продуктами и лекарствами. Поражение электрическим током. Из-за нарушения правил безопасности при использовании электроприборов или электрооборудования. Разрушение строительных конструкций. В результате землетрясения взрыва или террористического акта. Но вы знаете, что опасные ситуации можно и нужно предупреждать. Мы перейдем с вами к изучению самого часто встречающегося опасного бедствия в наших квартирах. Это пожар. Возьмите свои тетрадочки и запишите тему сегодняшнего урока. Пожар. Мифы древних греков гласят, что огонь людям подарил титан Прометей. Он похитил огонь у богов Олимпа. Люди покорили его и научились управлять им. Огонь издавна был другом человека. Наши древние предки знали немало секретов и хитростей добывания огня. Считали его живым существом, приручали, поселяли его в своих пещерах. Он помогал людям бороться за существование. Он помогал готовить пищу, спасал от холода. Помогал в борьбе со страшными хищниками, отпугивая их от пещер и стоянок древнего человека. Проходили годы. Люди узнавали огонь все лучше. В глазах людей он утратил силы божества. Но другом помощником быть не перестал. Как и в древности он нас согревает, помогает готовить пищу. Иногда эта пища готовится на костре в туристическом походе или на рыбалке в реке. А чаще всего на нашей замечательной комфортабельной компактной газовой или электрической плите. Есть огромные заводские печи. На хлебозаводе в печах пекут хлеб. На кирпичном заводе обжигают кирпичи, с которого строят дома. А в мартеновских печах огонь варит сталь. Из нее делают трубы и станки, автомобили и самолеты. Топливо сгорает в топках электростанций. Здесь рождается электрический ток. Выходит, что огонь и электрический ток – ближайшие родственники. Ток освещают наши дома, улицы, по его линиям движутся трамваи, троллейбусы. Взлетает ракета, поднимая на армию космический корабль. Что ей движет? Тоже сила огня. В военное время огонь – это зло. Но и в мирное время огонь, выйдя из повиновения, может уничтожить и дом, и деревню, и лес. И погубить человека. Каждые пять секунд – новый пожар. Горят предприятия, больницы, магазины, корабли, самолеты. Огонь не щадит музеи и библиотеки, театры и дворцы, памятники культуры, школы, леса, хлебные поля. Кто же борется с огнем? Кто борется с пожарами в России? Этим занимается пожарная служба. В 1549 году Иван Грозный издал указ о пожарной безопасности, который обязывал обывателя иметь средства пожаротушения в каждом дне. 30-18 апреля день работников пожарной охраны. В этот день, в 1649 году, царь Алексей Михайлович подписал указ о создании первой российской противопожарной службы. В нем создание единой противопожарной службы на территории бывшего Советского Союза считается 17 апреля 1918 года, когда был подписан декрет об организации государственных мер борьбы с огнем. Что же пожарная охрана сейчас? Это сложная система, включающая в себя службы тушения пожаров и профилактических аппаратов Госпожарного надзора, выполняющая задачу охраны от пожаров в собственности имущества граждан. Как же вызвать пожарную охрану пожарную службу? Телефон пожарной охраны 01 с мобильного телефона 112. В начале нужно сказать причину вызова. Точный адрес, где произошел пожар. Свою фамилию и номер телефона, с которого вы звоните. Хорошо записать фамилию или номер дежурного, который принял вызов. Если проезд к месту пожара затруднен, помогите, укажите наилучший маршрут. Что же такое пожар? Это неконтролируемый процесс горения, уничтожающий материальные ценности, создающий опасность для жизни людей. Неконтролируемый. Наиболее часто пожары возникают в жилых домах. Существуют опасные факторы пожара, которые воздействуют отрицательно на людей. Давайте их разберем. Прежде всего это открытый огонь. Он опасен, но случаи его непосредственного воздействия на людей бывает нечасто. Чаще опасность представляют лучистые потоки, испускаемые пламени уже через полминуты после начала пожара. Температура среды. Наибольшая опасность представляет дыхание горячего воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей, души и смерти. Воздействие воздуха, температура которого выше 100 градусов, приводит к потере сознания и гибели через несколько минут. Опасны также ожоги кожи. Токсичные продукты горения. Токсичные, то есть ядовитые, при пожарах в современных зданиях, где много полимерных синтетических материалов, на человека могут воздействовать токсичные продукты горения. Основной причиной гибели людей при пожарах является отравление оксидом углерода. При этом наступает кислородное голодание, теряется способность рассуждать, человек становится абсолютно равнодушным и безучастным, он не стремится избежать опасности, наступает оцепление, головокружение, нарушение координации движения, а при остановке дыхания – смерть. Потери видимости вследствие задымления. Быстрота эвакуации обеспечивается лишь при беспрепятственном движении людей. Во время эвакуации люди обязательно должны четко видеть или путь эвакуации, или указатели. При потере видимости организованное движение людей нарушается, становится хаотичным, каждый человек движется в произвольно выбранном направлении, лишь бы побыстрее выйти. В результате процесс эвакуации затрудняется или становится вообще невозможным. Понижение содержания кислорода в воздухе. В условиях пожара при сгорании различных веществ и материалов содержание кислорода в воздухе уменьшается. Понижение его содержания всего лишь на 3% вызывает ухудшение двигательных функций организма человека. Давайте разберем причины возникновения пожаров. Все их перечислить невозможно, но основные необходимо знать. Прежде всего это неосторожное обращение с огнем. Брошенный и затушенный опорок или горящая спичка могут уничтожить целый дом. Очень опасно сожигать спички в жилых помещениях, на балконах, особенно если там сушится белье, на чердаках, в чуланах. Малейшая неосторожность приводит к пожару. В деревенских домах и на дачных участках часто пользуются печами, которые топят дровами. При этом надо быть очень внимательным. Небрежность может обойтись очень дорого. Вспомните, пожалуйста, стихотворение Маршака. Следующая причина – это нарушение правил безопасности при пользовании бытовыми электронагревательными приборами. Очень часто в одну розетку, в телевизор включается электроплитка, торшер, бывает еще утюг, компьютер, чайник. Пожар в этом случае обычно не минуем из-за перегрузки электросети. Или другой случай. Ушел человек на работу или в школу, забыл выключить утюг, обогреватель или электрочайник. Что произойдет, догадаться нетрудно. Оставленные надолго без присмотра электроплитборы сильно нагреваются и восстановляются. Следующая причина – это нарушение правил хранения и пользования горючих и легко воспламеняющихся жидкостей. Эти жидкости можно встретить сейчас в каждом доме. Лаки, краски, бензин, керосин, ацетон, бытовые аэрозоли. Надо знать, что воспламеняются они очень легко и быстро. Выливаясь на пол, горючие жидкости растекаются по большой поверхности. А скорость распространения огня по поверхности очень велика. К тому же не все воспламеняющиеся горючие жидкости можно тушить водой. Многие из них легче воды, от чего она не может перекрыть ее горение, прекратить ее гореть. Утечка газа. Не выключенная из-за забывчивости хозяев конфорка газовой плиты представляет огромную опасность. Оставленный без присмотра на плите суп или компот может при запитании выплеснуться из кастрюли и потушить пламя. Газ начнет заполнять помещение и потом может воспламениться даже при включении электрического света от выскоревключателя. При этом очень часто происходит взрывка. Следующая беспечность, небрежность или просто недисциплинированность при обращении с огнем. Особенно часто это проявляется в самый, наверное, радостный и любимый всеми праздник. Догадались. Новый год. Наряжая елку самодельными игрушками из ваты, марли, бумаги, прикрепляя к хвойным веточкам бенгальские огни и самодельные электрогирлянды, мало кто задумывается о возможных последствиях возникновения и пожара. Ну и тоже Новый год. Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Последнее время спросом пользуются хлопушки, петарды, бенгальские огни и фейерверки. Они не просто горят, но и разбрасывают искры в разные стороны. Когда искра попадает на легко возгорание предмета, начинается пожар. Есть определенные правила, которые указывают, что нельзя делать при возгорании в квартире. Запомните их, пожалуйста. Нельзя начинать тушить огонь до вызова пожарных. За это время может разгореться большой пожар. Нельзя пытаться выйти через задымленную лестничную клетку, потому что горячий воздух обжигают легкие, а дым очень токсичен и ядовит. Нельзя пользоваться лифтом. Там замкнутое пространство, и лифт работает с помощью электроэнергии. Нельзя спускаться по водосточным трубам и стрелкам, либо при помощи простыней веревок, если в этом нет острой необходимости, потому что падение при отсутствии особых навыков почти всегда неизбежно. Нельзя открывать окна и двери. Особенно быстро. Это увеличит приток кислорода. А именно кислород дает пищу огню. Нельзя выпрыгивать из окон. Статистика показывает, что каждый второй упрыжок с четвертого этажа и выше смертелен. Нельзя гасить водой включенную в сеть электроприборы, потому что может произойти замыкание, либо да очень хороший проводник электроэнергии. Что же делать, если в квартире начался пожар? Не надо бояться позвать на полный взрослых даже виновником пожара, если являетесь вы. Если возможно, надо сразу покинуть помещение, проверив, не остались ли в квартире те, кто не может сам выбраться, кому нужно помочь – маленькие дети, больные, старики. Если нет рядом взрослых, то нужно позвонить в пожарную охрану по телефону 01-112 и, как вы уже знаете, сообщив в начале точный адрес, что и где горит свою фамилию и номер телефона. Очень часто задают вопрос, можно ли самим потушить огонь. Иногда можно, но только сначала в вызовах пожарных. Загоревшуюся занавеску можно просто сорвать и бросить на пол, набросить сверху плотную ткань и полить, потом залить водой. Если загорелся ковер, на него тоже можно бросить плотную ткань и потом залить водой. Огонь не может гореть без доступа к воздуху, на этом основано большинство способов тушения пожара. Но не надо переоценивать свои силы. Нельзя долго бороться со огнем, так как можно надышаться дымом и потерять сознание. Именно на том, что гореть огонь не может без доступа к воздуху, существует основанное правило тушения огня. Основное правило тушения огня заключается в следующем. Накройте горящий предмет плотной тканью или одеялом и немедленно выходите из помещения, плотно закрывая за собой дверь. Ну а теперь проверьте себя, проверьте, что вы запомнили, как вы запомнили. Ответьте на вопросы, которые здесь вам будут задавать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 затушить пламя. Так что ж с ним опять такое? Ну, я тебя сейчас вот так, вот так. Ах ты! Да что же это творится-то? Эй, на помощь! Пожар! Пожар! Ой, ой, на помощь! Как неожиданно! Огонь! Пожар! Пожар! На помощь! Фу! Фу! Уйди! Уйди! Погонь! Погонь! Помогите! Пожар! Что же делать? Вот тебе! Вот! Может с солью? Нет, не помогает! Водой! Нет! Пожар! И когда успели захлонить все? С балконной дверь тоже закрыто! Что же делать? Внимание! Пожар! Быстрее бежать к выходу! Вызываем лифт! Положитесь во всем на меня! Кажется, пахнет дымом! Спокойно! Просто это что-то подгорело! Первое, ведущую животное! Бежим к выходу! Только без паники! Ты знаешь правила ОБЖ! Сначала выясним, откуда дым! Гляди! Что это? Я боюсь! Спокойно! Дым идет из коридора в нашу квартиру! В соседней квартире пожар! Срочно! Набрать по телефону 0-1 и сообщить точные координаты пожара! Режим на кухне! Я намочил платок под струей воды! Нужно намочить ткань и приложить к носу! И все мы сделали то же самое! И кошка тоже намочила платок! Теперь надо взять одеяло Фонарь Укрыться одеялом И никого не забыть! Мяу! Я сломаю! Так, накрывшись одеялом, покидаем квартиру и спускаемся вниз по лестнице! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, успели! Мы действовали по правилам ОБЖ и теперь все хорошо! Не перегружайте электросеть! Спички детям не игрушка! Не пытайтесь самостоятельно погасить пламя! Не загромождайте пути к выходу! Во время пожара пользоваться лифтом запрещается! Накройтесь одеялом и идите к выходу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, ваше домашнее задание! Внимательно прослушать урок! Можно обратиться к учебнику! После просмотра мультипликации в тетради записать неправильные действия людей, приветшие к возникновению пожара! Выучить основное правило тушения пожара! И знать, что нельзя делать при возгорании в доме и что надо делать! Будьте здоровы! До свидания!